В то время строили хату, хаты назывались так, и он застеклял окно. Вот это его рост, его запомнила. Только силуэт отца отложился в памяти тогда еще четырехлетней девочки Людмилы. Больше она его не видела. Разлучила война. На фронт 43-летний Захар Степанович Волчанин ушел в 41-м. Через год под оккупацию попал и родной для Людмилы Каюмовой город Лобинск, где она жила с мамой, братом и годовала сестрой. Немцы захватили их хату, и жить семье приходилось в окопе, вырытом в саду, или прятаться в соседском доме. Но самое страшное, вспоминает Людмила Захаровна, было после изгнания фрицев. Пришли румыны. Это были еще жестокие, чем немцы. Немцы, да, все у нас забирали и в нашей хате жили. А румыны, когда пришли, они, во-первых, у них были лошади, они потребовали, у нас была корова, потребовали, чтобы выгнали корову, а был лютый мороз. Мама начала просить, умолять, они приставили пистолет и сказали, что если ты это не сделаешь, мы сейчас всех и твоих вот этих троих, а нас же трое, пристрелим. Вот она все, она вывела. Я помню, там у нас был орех большой, во дворе рос, огромный. Она привязала туда корову, они загнали своих коней туда. После этого случая Людмила, ее мать, брат и сестра убежали жить к соседям, опасаясь расстрела, прятались на чердаке. Так и существовали, вплоть до 44-го года, когда Лобинск был освобожден. Затем Людмила отучилась в школе, окончила техникум в Анапе и занялась активным поиском сведений об отце. Но все обращения не увенчались успехом, информации никто не предоставлял. Последняя весточка от отца пришла в августе 43-го года, когда он находился в Кисловодске с ранением после отважного подвига, о котором не знал никто. О том, что отец героически проявил себя на фронте, Людмила Захаровна узнала только спустя 72 года. В феврале 2015-го случайно зашла на почту, а ей выдали важный документ. Написано так, телефонист, красноармеец, волчанин Захар Степанович спас дивизию, четырежды тянул соединение, потому что была порвана связь. Он четырежды под градом огня спас дивизию. В Сочинском военкомате Людмиле Захаровне вручили удостоверение о награде за отвагу на имя отца, подписанное президентом России. Но ни номера медали, ни ее самой нет. Людмила Захаровна намерена и дальше искать сведения, где и при каких обстоятельствах погиб отец. А помогает ей в поиске председатель Сочинской общественной организации детей, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны. Я сейчас буду вот так же по интернету, через добрых людей, которых море в интернете, которые будут подсказывать, где какие ходы, чтобы найти, где он похоронен. Только так. Потому что официальные запросы, они совершенно ни о чем. Через глобальную сеть место захоронения отца нашла и сама Вера Вениаминовна. Она также помогает Людмиле Захаровне решить вопрос с государственной медалью. Ну а наша героиня больше всего желает одного. Чтобы никогда не было у нас на планете войны, вообще это слово нужно убрать из лексикона. Этого не должно повториться.